Приветствую, вы на канале СПЛЭЙ и это Сибирия 3. Итак, продолжаем. Продолжаем пытаться добыть ногу механическую для нашего знакомого Юкола Курка. В общем-то, часовщик уже согласился нам ее отдать. Пойдем познакомимся с его внучкой. Пойдем познакомимся с вами. Пойдем познакомимся с вами. Непременно, милая моя. Вот когда понесу протез молодому Юколу, то обязательно зайду к доктору. А ты пока помоги мисс Уокер. Она никак не может придумать, как переправить караван Юколов через озеро. Вообще-то, мне кажется, я уже придумала. В фильме показывали паром Кристалл. Как я понимаю, это он стоит в порту. Раз он мог перевозить автоматонов, созданных вами с Гансом, то наверняка и страусов перевезет. А, неплохая идея. Но, к сожалению, есть небольшая проблема. Мисс Уокер. Какая же? Капитан Пьяница или какая? Что вы имеете в виду? Або совсем расклеился после того, как бросил наших автоматонов в Барануре. Теперь топит свое горе в водке. Несчастный трус убежден, что бежал от озерного чудища. Хм, будто бы этот кретин чудище увидел, Химмельхергот. В общем, он вернулся, бросив в Барануре всех автоматонов и людей, которых они должны были спасти. Дедушка, я знаю, что ты очень зол на капитана Або за то, что он бросил в Барануре тех автоматонов, что вы сделали вместе с Гансом. Он должен был дождаться и забрать автоматонов вместе с выжившими, а затем доставить всех сюда, в Вальсимбор. Но когда он добрался до Барануре и увидел все те разрушения погибших, он перепугался. Болезни, радиация. Должно быть, с ним случился приступ паники. Он сразу же повернул обратно, сбросил машины с Кристалла в озеро и вернулся в Вальсимбор. Автоматоны так и остались в этом аду. Но кто знает, может быть, он захочет искупить свою вину. Я уверена, что Кейт сможет убедить его помочь юколом. У меня скоро смена в таверне начинается. Приходите попозже, хорошо? Капитан Або будет там. Хорошо, я попробую убедить капитана Або. Спасибо за все, мистер Штайнер. Не знаю, стоит ли вам желать удачи, мисс Уокер. Баранур вид теперь открытая могила. Ха, вон оно значит как. Так, что взять у него тут нечего, да? Пошли отсюда. Таверна где-то там в начале была, насколько я помню. Блин, с какой стороны я пришел-то, я уж нифига не пойму. С этой? Да, я отсюда пришел-то, пошли в другую сторону. Что это за мужик? Завладилась красавица? Да, нисколько. Да блин. Волга, прикол. Стоп. Оно действительно, блин, заблудились. А, нет, вот оно все, вот оно кафе. Наверное. Я бы побыл один, если вы не против, мисс. Да, конечно. Капитан, вон там, рядом с камином. Вот этот? Что-то промелькнуло в воде. Ну что? Что это, Лох-Несское чудовище какое-то? Может он уже был синий, когда перевозил этих автоматов, блин. И причудилось ему. Капитан Обо? Че надо? Какой ты вежливый, блин. Шкала, блин. Я капитан Обо. И мой кристалл лучший парам. Интересно, а что значит спорить? Че надо? Не ругайтесь, морячка. Капитан, ну отвлекитесь вы на секунду от бутылки. Мне нужен паром Кристалл для переправы. Ваш корабль может перевести весь караван Юколов. И поэтому я хочу, чтобы вы... Вы как, капитан? Зачем? Ради всего святого, зачем вы ко мне пристали? Ну, затем, что... Тоже скажешь, что я безвольная пьяница. Ну и ладно, я привык. Нет. Нет, конечно нет, что вы. Бросьте, милочка. Оставьте меня в покое. Да что ж такое. Не, погоди, как это оставь в покое. В озере демон. Он следит за мной. Ждят. Я это чувствую. Как дела, Кейт? Хреново. Просила капитана оба одолжить корабль, чтобы перевести караван Юколов в Баранур. Но он пьян, совсем лыка не вяжет. Мне жаль, мисс, но боюсь, вы зря тратите время. Он пьет, чтобы забыть о своих грехах. Забыть, как он бросил своих пассажиров в Барануре. Представляете? Капитан корабля и так позорно струсить. По доброй воле он никогда в это проклятое место не сунется. Ты несправедлив, Влад. Да, капитан много пьет, но человек все равно хороший. Если найти подход, то его можно будет убедить. Если бы только застать его во вменяемом состоянии, он бы хоть минуту меня послушал. Ну, это не так уж и трудно. Я ему сделаю свой особый отрезвляющий коктейль. Потом, правда, продрыхнет дня три, но в голове у него прояснится. Хм. Это было бы очень здорово. Спасибо огромное. Не за что. Мне очень стыдно за то, как наш город относится к Юколу, так что я пытаюсь помочь. Так. А почему капитан бежал из Баранура? Должно быть, он не выдержал того, что там увидел. Катастрофы, жертвы, да еще радиация. Он высадил автоматонов на пляже. И должен был дождаться, пока они вернутся с выжившими. Тут он и слетел с катушек. Полный назад и только его и видели. Представляете? А потом он придумал байку про морское чудище, напавшее на паром. Озерное чудище, да уж. Удобно, правда? Кто-нибудь знает, что стало с теми, кого капитан бросил? Нет, все ненавидят капитана. Но никто не вызвался взять кристалл и пойти забрать выживших. Если в Барануре кто и оставался, теперь они наверняка мертвы. Дедушка говорит, что без ухода автоматоны очень быстро бы сломались. Капитан Обо выводил кристаллы с порта после Баранура? Он был слишком пьян для этого. И в любом случае, 20 лет назад, после Баранурской трагедии, порт закрыли. Как вы считаете, кристалл все еще на ходу? Что-то наверняка придется подлатать, но Обо старался его не запускать. Он любит свой корабль, несмотря ни на что. Идите к капитану, а Сара принесет отрезвляющий коктейль. Что-то я не понял. Он что, бухает 20 лет подряд, что ли? Офигеть можно. Бесят меня эти сосунки, что пытаются впечатлить внучку Штайнера. А что? Как вам наши таверны, мисс? Капитан Обо? Лучше даже не суетесь, мисс. Он вечно пьян в стельку. Я здесь не от хорошей жизни, поймите, мисс. Да-да. Нам повезло, что при всем, что тут творилось, у нас остались такие местечки. Ну, в принципе, таверна-то уютная. Вот, капитан, за счет заведения. Откуда у него тут деньги берутся на выпивку? Боже, что это за моча? Открыть все люки и иллюминаторы! Свистать всех наверх! Привет, мисс? Меня зовут Кейт Уокер, капитан. Мы уже говорили. Чем я обязан вашему присутствию за столом печально известного капитана Обо? Ха, блин, лестели надо, видите, что это же в замешательстве. Слушаю вас, мисс. Приободритесь, капитан. Вы можете начать все сначала. Новый день ждет вас. Хе-хе-хе, вы в отличном настроении, мисс Уокер. Что будете? За мой счет! Хе-хе-хе, вы в отличном настроении, мисс Уокер. Что будете? За мой счет! Мне очень нужна ваша помощь, капитан. В некотором смысле вы должны стать героем. И как это понимать, сударыня? Каравану Юколов нужно пересечь озеро. У них миграции, они спешат, понимаете? Вот я и подумала, что они могли бы взойти на борт Кристалла, и вы могли бы их перевезти на другой берег, капитан. Я знаю, у вас нет теплых воспоминаний о последнем рейсе. Отплытия из Баранура, но... Какого черта вы сюда пришли, если вам уже все рассказали о бесхребетном капитане Обо? Конечно, капитан. Вы можете винить людей в том, что они о вас думают. Ну, я считаю, что вы боитесь узнать, куда мне нужно отвезти Юколов. Вы только ее послушайте. Ладно, мисс Уокер. И куда вы хотите повезти мое старое корыто? В Баранур. Я вернулся оттуда другим человеком, мисс. Точнее, жалким подобием человека. А вы просите меня вернуться. Назад. В ад. Я видел красные глаза озерного чудища. Тварь размером с мой паром. Спросите о нем своих друзей Юколов. Они зовут его Квилак. Злой дух озера. Дьявол, стерегущий врата в ад. Для вас это стало бы вторым шансом. Согласны? Нет. Никогда. Ну, капец. Тогда я куплю у вас кристалл. А кто его продает? Он совсем обветшал. И гниет в порту. А вам не по карману его содержать. А мне нужен этот лайнер. Это паром, а не лайнер. Хех. Девчонка за штурвалом кристалла. Это уж слишком. Конечно, если бы за штурвалом кристалла стоял кто-то достойный, было бы лучше. Но раз вы не хотите плыть с нами... Ладно, грузите своих маленьких дикарей на кристалл. Я вас отвезу. О, спасибо, капитан. Правда. От всей души. И от имени всех Юколов. О, не спешите, Юнга. Вы еще не на борту. Есть два условия. И они не обсуждаются. Во-первых, мы идем до Находска. Это городок югу от Баранура. Так мы минуем самые зараженные места, и крюк выйдет небольшой. А во-вторых, пойдем днем. Я не собираюсь угодить на обед к озерному чудищу. Ясно? А днем зверь спит. Он просыпается по ночам. Условия приняты, капитан. Тогда свистать всех наверх, матрос. Будем готовиться к отплытию. Быстрее, Кейт. Идите за капитаном, пока он не передумал. Я скажу дедушке, и они с курком придут к вам на кристалл. Спасибо, Сара. Удивительно. В смысле, а что за ним идти? То есть пока он идет до корабля, он дожраться может, что ли? А, он же сказал бармен, что он уснет. Тогда побежали. Идите за капитаном, пожалуйста. А. Shore... ... Почему кристаллов по-английски написан, тоже не ясно. Так, где вход? Это не рубка, да, управление, как я понимаю? Нет, это просто люди здесь сидят. Должны сидеть, по крайней мере. Да блин, ну где-то капитан-то этот находится. Да что же за фигня-то такая. Сюда не зайти, не понятно, тогда мне. Пойдем обойдем, может он в корме где-то. Куда он делся-то? Чуть-то я не догоняю. Странно. Ну это вход в то же помещение, где мы сейчас были. А, ну вот он должен быть здесь, по идее. Угу. Серьезно? Для чего мне кран? Для загрузки угля из ангара на паром. Для доступа к пульту используйте код, который я вам дал. Как мне открыть люк угольного бункера на кристалле? Колесо на мостике поверните, моряк. Это не все. Как мне открыть люк угольного бункера на кристалле? Зачем мне идти в ангар? Там вы найдете уголь для кристалла. Одного контейнера хватит. И не забудьте ввести код доступа, который я вам дал. Ну, понятное дело. Я все сделаю, капитан. Мы должны отойти как можно скорее. Поторопитесь. 0509. Что-то вон-то на месте стоит. Я не вижу, чтобы он пошел. О! По-моему, тут нужен ремонт. Досадно. А спит он тут, получается, прямо на матрасе на полу. О! Тихо-тихо! Что это? Бортовой журнал Капитана Обо. Интересно. Ну-ка, ну-ка. Федор Иванович Обо. Гордый капитан Кристалла. Потому ли человек, что вру? Федор Достоевский. 2 мая 1989 года. Слова... Слова... Ничего не пойму. Слова Труса. Блин, давайте лучше вот так читать. Там нифига не понять. Слова Труса. Трус. Звание куда менее почтенное, чем капитан. Но лучше так, чем снова иметь дело с этим озером и красными глазами, что в нем прячутся. Его глазами. Пожалуй, лучше начать сначала. Старый журнал я вышвырнул за порт, так что историю можно рассказать заново. Все готово. Чист лист для моего доклада, моей исповеди. А судя по тому, как быстро пустеет бутылка водки, уже совсем скоро я погружусь в сон, лишенный кошмарных сновидений. Это, видимо, он зарисовал глаза того чудища. Я никогда толком не знал, почему меня попросили стать командиром Кристалла. Не командиром, а капитаном, правильно. Я тогда был молодым волком, гордым щеголем. Торговый флот, потом военный. По всем портам, от Аралбада до Баранура, гремели здравницы в честь капитана Федора Ивановича. Ого. Были, конечно, на его счету и фингалы, и выбитые зубы, куда же без них. Но как бы то ни было, когда вальсимборские власти попросили меня встать у руля Кристалла, я согласился и долгие годы был тем счастлив. Двадцать лет, если точнее. Работа была приятная и неутомительная. Ежедневно курсировать между Вальсимбором и городами на другом берегу озера. Находск, Тунгусское и Баранур. Чёртов Баранур. Баранур расположен прямо напротив Вальсимбора, на другом берегу озера. С тех пор, как в прошлом году тот чокнутый механик с запада построил там парк развлечений, я только и делал, что возил туристов. А потом грянула авария на электростанции, на века превратившая Баранур в радиоактивный ад. Многие тогда выжили. Облучились, конечно, сверх всякой меры, но всё-таки выжили. Ну и к кому же ещё было обратиться властям, чтобы вывозить этих бедолаг как не к Кристаллу и к его капитану? Дело было немудрёное. Выгрузить спасательную бригаду на берегу возле парка, дождаться пока не вернутся с выжившими, отвезти всех в Вальсимборскую больницу и так, пока всех не выручим. Рисковали, ясное дело, да и смотреть на все эти трупы без дружи нельзя было, но всё же первые несколько рейсов сделали успешно. А потом всё покатилось к чертям, когда явился он. Страх Всякий, кто теперь моё имя с грязью мешает, скажет, мол, о бо, радиации напугался, на дне стакана чертей увидал, этот алкаш сильнее атома боится, чем оральских пиратов. Честью моряцкой, клянусь, врут они всё, то есть чего уж там, как подумаешь про радиацию, которую простым глазом не видишь, а она тебя изнутри выжигает, или мутации разные вызывает, так мороз по коже пробирает. Конечно, страшно было, только ещё страшнее была жуть безымянная, тёмная, ледяная, будто ночь безлунная, потому что видел я его чудище озёрное, видел лапы его, что тянутся без конца, и глаза умные, но злобные. Ох, эти глаза. И совру ещё, если скажу, что никогда не хотел туда вернуться, чуть ещё прямо в глаза посмотреть и вину попытаться искупить. Да что толку, Костя? Тех, кого я на смерть бросил, не воскресишь, от людей прощения не будет. На деле вышло, что не хватило духу мне за чёртом след в преисподнюю сойти, если никому от этого добра не будет. Конченый трус и эгоист, дамы и господа. Как бы там ни было, нет у меня теперь иной цели, кроме как беречь озеро с его обитателями от моего присутствия на борту кристалла и... Нет, хватит вилять. Правда в том, что мне надо себя уберечь от озера и его хитрого дьявола, чего бы то ни стоило. Вот уже и конец моей исповеди подошёл, а я всё смотрю на ключ зажигания от кристалла. Двадцать лет эту побрякушку в кармане таскаю, а уж сколько раз им заводил мою ласточку, чтобы через озеро идти и не упомнить. Вот и бутылка опустила, а в голове всё ещё ясно. Куда яснее, чем когда я с Баранура бежал. Впервые с тех самых пор. Но вот теперь, именно сейчас я знаю. Знаю, как побороть всякое желание покончить с собой и внезапно... И внезапное побуждение встретить лицом к лицу ужас, что меня на дне озера дожидается. И куда эта чёртова куртка подевалась? Ладно, пошли грузить уголь. О, чё там в подвале? Наверное, вот нам как раз подвалы надо. Темень какая, блин, куда идти-то? Вот опять, видите, зона активности появляется только после того, как просто начинаешь идти. Для иколов будет в самый раз. А чё это такое-то? Грузовой отсек, что ли? Уголь-то куда грузить? Твою мать-то, а? А, это мы сейчас смотрели. Типа в окно? Ясно. Короче, пошли отсюда. Непонятно, зачем вообще сюда заходить. Здесь темень такая. Даже не посмотришь ни на что. Тихо, 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 блин. Давай-ка вернёмся ещё раз. Ну, Кейт, ну что ты тупишь-то? Вот сюда зайдём, может здесь что-то? Капец, короче, видимо на палубе. Это ручка поворачивающая. Управление, кстати, тоже не радует меня. Ну, понятное дело, что никого. А кого ты хотела тут увидеть? Хрень какая-то вообще. Никого. Так, ладно. Пойдём сходим тогда в ангар. Так понимаю, это тот, куда мы уже бегали в начале. Просто, ну, в другую сторону, где рыбак стоял. Парон-то какой-то гигантский. Хотя так-то он далековато будет. Так. Пойдёмте с рыбаком сначала пообщаемся. Может он что-нибудь интересное расскажет. Замки закрыты из-за озёрного чудища. Ещё один. С чудищем, со своим. Ладно, тут нифига. Пойдём туда спустимся, попробуем в дверь зайти, которая вот сразу здесь. Только корабль-то далековато от этого места. Как его на мугольце грузить? Это уже интересно. Чё сейчас получается, зря прибежал? Хорошо, ищем кран. Хотя бы от него будем отталкиваться. Но я пока его нигде не видел. А, вот же экран. А, вот всё, 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 вот он ангар. Так, чё там было-то у нас в записочке в этой 05-09. 05-09. 05-09. тележечка такая так стоп куда тащить то надо что типа еще нужно найти где есть этот уголь ладно желуд это лом если что а ну это чтобы выкатить ее отсюда понятно так ну пошли и что это означает желт куда подставлять короче надо найти где есть уголь и пара я правильно понял я пока не понимаю я думаю она сама скажет вот здесь есть уголь не 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 а вот тут должен быть вроде как но звук другой же был а а а И чё и как его подставить-то? Не пойму. Может мне и всех надо простучать? Да хватит бить-то по-моему. Ну так подставь его вот сюда. Ну что ты? Не пойму я. Ну как, почему его не ставят-то? Пропадает почему-то сразу. Точка взаимодействия, когда я выбираю инвентарь. Где? Как мне подложить-то туда, твою мать? Хм. Ну тут сам здесь останавливается. Бритц какой-то вообще я чуть поймаю. Нифига не понимаю. Ну вот здесь же уголь, блин. Ну как мне подставить-то жёлоб, я ничего не пойму. Серьёзно он не ставится. Ботва какая-то. Может этот рычаг как-то всё-таки надо опять нажать? Ну это он просто стрелку переводит. Блин, ну ты меня бесить начинаешь, вот я тебе серьёзно говорю. Ну почему она не подставляет жёлоб-то этот? Чё пить с мышкой, блин? А-а-а, вот я дурак. Всё, я понял. Далеко-далеко, вот тут стой. Ну стой ты, блин. Да твою-то мать, ну что тут? Меня начинают кто-то изводить. Где? У меня постоянно куда-то пропадает мышь, я ничего не понимаю. Вот сейчас у меня нет мыши, всё. Всё, стой, вот всё. Вон как надо было сделать, то я забыл совсем. Нет? Чё, издеваешься надо мной? Да. Прикиньте, да? Ну тогда я не догоняю, а что нужно-то сделать в таком случае? А-а-а, вон оно как. Ну это маразм. Ну, имеется в виду какая-то неэргономичность сделана, как-то неправильно. Сама игра. Ох ты, жёлоб тоже. Главное раскладывается жёлоб вручную, а складывается автоматически. Так, пошли сначала стрелку переведём. Ломик-то можешь положить, наверное. Тяжёлая. Давай, чёрт. Тяжёлая, да, стала? Там вон какая-то тачка стоит. Пойдём за ней. Портовая написано. Чё за кнопки? Тяжёлая, да? Тяжёлая, да? Тяжёлая, да? Так. И так мне. Че? Че с ним не так-то? Чуть не заводится собака. Ладно, пошли сходим до этого капитана. Узнаем, может он подскажет, что надо сделать. КОНЕЦ Как долго до него добираться? А где? Где колесо? Ну вот я на мостике. Где колесо-то? Хорошо, давай поищем. Где тут у него колесо? Ну вот это же бункер. Ой, это мостик, верно? Верно. Какое тут поворачивать колесо? Только рулевое я вижу колесо. Что мне лечишь-то? А, вон оно. Так, ну отлично. Только толку-то. Тележка-то эта ваша не работает. И как краном управлять? Да... Ладно, пойдем попробуем еще раз. Кстати, ломик куда-то пропал. А, вон он стоит. Ладно. 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 О, можно сердце сюда использовать. Серьезно? А, вон, ну что, она заедает Поэтому Ну и нафига мы кнопку оторвали Чтобы отсюда ее приделать Понятно Возьмем Продолжение следует... 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 но часто ровно а похоже вы прекрасно справились с углем кейт итак все готово для заполнения водяного бака надо подключить водонапорную башню к парому а потом залезть туда и вручную включить механизм подачи воды давайте покажите пример да вы шутите я уже слишком старый моряк чтобы в акробата играть все-все поняла сделаю когда закончите возвращайтесь на борт к отплытию мы еще не скоро будем готовы в смысле не скоро офигел что ли так нужно что-то там подключить к подаче воды подключил и подключил сейчас конечно побольше вот ну хотела проявляться хоть вот такой стиль той игры предыдущий портовая компания портовая компания и 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 Ну по идее это все, пойдем теперь к этому капитану, если можно его так назвать. Вода залита, капитан. Все в порядке. А вы справились? Нет. Ключ зажигания от кристалла. Без него никак. Нигде не могу его найти. Ты охренел что ли? Подумайте еще раз. Ключ должен быть где-то здесь. О боже, вспомнил. Двадцать лет назад, когда я вернулся из Барануру без автоматом, весь город на меня ополчился, понимаете? Капитан, я не очень понимаю. В общем, я провел всю ночь в таверне. Вы бы видели, в каком состоянии я вернулся на мостик кристалла. И? И я бросил ключ зажигания в воду. Я поклялся, что никогда больше не выйду на это проклятое озеро. Я видела макет кристалла у Семена Штайнера. Он спроектировал судно. Да, конечно. Наверное, сможет помочь. Может быть. Кто знает. Должен же быть дубликат ключа. Не знаю. Штайнер, когда заканчивал постройку кристалла, дал мне только один. То есть, ключ зажигания потерян навсегда? Да. Да. Боюсь, что так. Мне очень жаль, Кейт. Но мы застряли. Опять я все испортил. Опять. Не корите себя так, капитан. Я решу ключевую проблему. Как скажете. Какая же ты благородная, а? Этот упырь, значит... Пока почему-то не помнил все это время, что он выбросил ключ. Ну смешно же. Нам нужно отправляться к Штайнеру за ключом. Видимо, может он нам сделает копию. Алкаш, блин, это капитан. Алкаш, блин, это капитан. Да. Да япона, мать-то. Ох ты, прикольно. Ну-ка. Ха-ха-ха. О боже мой. Весело. Вот это приколюха. Мужик на место вернулся. Ну, Кейт, ну не гони, а. Управление тут просто идиотское. Отвечаю. Кейт, как идет ваша с капитаном подготовка? Продвигается, но нам нужна помощь вашего деда. Он здесь? Он только что уехал в больницу с протезом для курка проводника и уколов, а я присматриваю за мастерской. Может быть, я смогу вам помочь. Ну, капитан потерял ключ зажигания от кристалла, и без него мы не сможем отплыть. Поскольку ваш дед спроектировал кристалл, я думаю, что у него может быть дубликат. Даже не знаю, чем тут помочь. Кроме макета внизу, дедушка ничего не оставил с того времени, как работал над кристаллом. Не против, если я взгляну? Конечно, нет. Вот, возьмите. Он позволит рассмотреть макет вблизи. Отлично. Пойдем рассматривать макет корабля мы уже в следующий раз. Ну, а на этом мы сегодня приостановимся. Продолжим в следующей серии. Напомню, что лучшей поддержкой для канала будет ваша подписка, лайк, комментарий под видео. Ну и можно подписаться в группу ВКонтакте и проголосовать за следующую игру, в которую мы будем играть. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующей серии на канале Esplay. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok